Братья и сестры, здравствуйте! Поскольку мы в минувшее время прикоснулись к истории, связанной с Валаамом, то мы и сегодня об этом скажем, но уже в несколько другом контексте, к счастью. В контексте того, что сейчас длится неделя крестопоклонная. Миновала середина календарная Великого Поста, на середине храмов крест. О кресте можно говорить сегодня и днем, и вечером. Итак, история Валаама говорит нам о том, напоминаю, что этого прозорливца и пророка, который с Богом разговаривал, и Бог разговаривал с ним, наняли за деньги, чтобы он проклял Израиля. И вот самая кульминационная попытка проклятия закончилась тем, что он благословил Израиля. И Валаам говорит, не благословляй, не проклянай, вообще иди отсюда, ничего не делай. Валаам видел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, и взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. Значит, Валаам увидал с некой возвышенности израильтян, стоявших по коленам своим. Вот это я бы хотел, чтобы вы сегодня запомнили. Что здесь интересного, скажете вы? А тем более, что здесь относится к неделе крестопоклонной. Внимание! Значит, когда Израиль ополчался, а всего они на протяжении длительного путешествия имели 42 остановки, так называемые 42 стана. На этих станах они располагались по определенному обычаю. Не в кучу, никто где, никто как, а стояла скиния внутри, скиния встречи, сведения, лицом на запад, чтобы не молиться лицом на восток, ибо санцепоклонничество – это слишком распространенная форма язычества. Значит, спиной к солнцу, лицом на запад стояла скиния, а вокруг нее, и там при скинии было колено левитов. А вокруг нее, крестом, крестообразно от центра, по три колена в четыре стороны располагался Израиль. То есть Израиль при взгляде сверху, взгляде с высоты птичьего полета, или там на топографической карте, располагался в виде креста. Вторая глава книги «Чисел» досужему читателю откроет расположение самих колен. Ну, например, с восточной стороны располагалось колено из Сахара, а посредине был Иуда, то есть то самое колено, от которого воссеял Господь наш. Оно было с восточной стороны. Там, скажем, на севере был Гад во главе, колено Гада, на юге был Рувим, на западе Ефрем. И это все вы можете прочесть, если вам это интересно. Вообще все интересно в Библии. Но имейте в виду, что здесь важно, что вот Валаам заходит на некую гору, чтобы с горы, озирая Израиля целиком, какой он есть, проклясть его и наблюдает изображение креста. В центре Скиния, куда приходил Моисей, который осенялся облаком, а направо, налево, на север, значит, так сказать, на запад, на восток, на север и на юг располагается крестообразный 12 колен. Это одно из ярчайших, интереснейших, несколько таких скрытых, что ли, да? Ну, не явленных прям наружу. Но желающему покопаться в этом, легко узнать это. Между прочим, любая еврейская энциклопедия, любой справочник по библейским книгам, еврейский справочник, любая книжка, описывающая путешествия Израиля по пустыне, она как раз так вам и опишет. Даже рисунки вам нарисует и покажет, что да, стояли они крестом. Трое справа, трое слева, трое сверху, трое снизу. Это одно из, повторяю, таких ярких. Вот именно видя это, то есть видя Израиля и шатры его, и крест, нарисованный израильскими шатрами на пространстве земли, во время стоянки Валаам как раз и отказался проклясть их и благословил их. И там удивительно красивые благословения. Там он с львом и львицей сравнивает Израиля. Там их хвалит, их называет, их единорогом, который сотрет врагов своих и прочее, прочее. Но главное, это как прекрасно шатры твои, Яков, как великолепное селение твое, Израиль. В следующих наших встречах в течение крестопоклонной недели я намерен найти еще несколько таких красивых, одновременно скрытых, явленных слов Божиих о кресте, пророчествованном в Старом Завете. Что в Старом Завете очень много событий, связанных с будущей славой креста Господня. Вот вам, пожалуйста, одно из них. Это именно расположение еврейских палаток и шатров вокруг Скинии, сведения переносного храма в период сорокалетнего странствования во времена сорока двух стоянок на пути в Израиль. Ну вот на сегодня все, что мы успеваем. Благословение Господне да будет и на вас через знамение крестное, потому что крест – это хранитель всей вселенной, красота церкви, ангелов славы и демонов язва, и прекрасно шатрыт во Израиль, когда изобразуют крест. До свидания.